Я вспомнила о своем горе и тоже почувствовала самозащит Зачем? Это очень больно. Я хотела спросить еще раз. Вообще, у вас есть какие-то запретные темы? То, о чем вы не будете снимать, то, о чем вы не будете говорить. Например, Дмитрий Смирнов, просто недавно был в встрече с ней, сказала, что он будет снимать о смерти детей. Я хотела узнать от вас. Еще не было и у вас проблем с представителями церкви, потому что люди, повечавшиеся, вдруг в этот же день случилась такая трагедия. Нет ли здесь какой-то связи, что вы как-то это сопоставляете? Что здесь есть какая-то связь, что это антихристианское? Спасибо. Проблем у нас не было с представителями церкви пока. Надеюсь, не будет. Мы ничего не сопоставляем. Просто в трагедии есть такой закон, когда как бы рок творит за людьми то, что он считает нужным. И объяснений этому никакого нет, когда это происходит. В принципе, это основной закон трагедии, в котором мы не можем объяснить, почему Бог сделал с нами то и за что он это сделал. Хотя в трагедии вообще такой вопрос не возникает, за что. За ответные темы у меня глянец. Добрый вечер. Спасибо вам за такой непростой фильм. У меня два вопроса были к вам. Первой киношной. Могли бы вы рассказать о особенности снятия некоторых сцен? Вот, например, начиная с сцены с дятлом, как это можно было заставить быть именно вытрессировать его так, да? До сцены вот такие тяжелые, да? Как вы не снимаете? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вопрос, наверное, перекликается с первым вопросом. Это вопрос морали, вопрос сверхзадачи, которую вы ставили в этом фильме. Спасибо. Ну, я, наверное, со второго начну. Все-таки вопрос сверхзадачи, я скажу, что я на него так и не ответил, в принципе, на этот вопрос, который я ставил перед собой. Потому что это тема, которую можно разрабатывать бесконечно, пытаться на нее ответить. Мы сделали несколько шагов в этом направлении. А вот то, что киношные, различные приемы, ну, у нас было не такое богатое кино, чтобы позволить себе компьютерную графику или что-то еще. Мы все снимали вживую. И дятла мы этого сняли с оператором Ильича Хамид Хаджаевым и вторым режиссером Кириллом Бобровым на фотоаппарат. Было сильно островском парке, по-моему, в Москве. Ходили под дождем, искали там 8 часов этого дятла и так далее. Оказалось, он около входа там где-то существует. Мы уже выходили обратно и увидели дятла, сняли на фотоаппарат. В итоге потом вклеили просто туда. Ну, про дятлов. А когда стали снимать картину, в первые дни нас эти дятлы атаковали. Они все на площадку прилетали. Огромные дятлы, яркие такие. И мы понять не могли, вот сейчас дятлов надо снимать или то, что мы наметили сегодня. То есть вообще они там были прямо на площадке. Это было хорошим знаком, что вот картина, нет, а точнее как-то мир эту картину принял, потому что нам тут же пошли вот эти знаки, что все началось. Все, съемки начались. Что касается там каскадерских сцен каких-то. Вот единственное, что мы не смогли сделать так, как ставили по задаче, это вот сцену аварии в маршрутке. В итоге мы снимали ее два раза. И оба раза там доставались какие-то мудаки, а не каскадеры. И оба раза это выглядело абсолютно одинаково. Мы не могли разбить даже лобовое стекло. Задача была такая, чтобы грузовик приехал в маршрутку, и мы ее прям разбиливали сами там с художниками. Ну, били-били и не разбили вот так. Видно, такая крепкая газета. Я фильм смотрю во второй раз. Первый раз я его смотрела на кинодавре. Вот я поняла еще, что он по-прежнему вызывает очень сильное эмоциональное потрясение. Вот мне, например, кажется, что такие фильмы, несмотря на показанное боль, страдание, смерть, разрушение, заставляют нас ценить в своей жизни то, что мы имеем. То есть ценить гармонию, любовь, семью, тех, кто нам близок и дорог, пока мы их не потеряли. Вот мне интересно, а вы, когда снимали этот фильм, вы об этом, ну, о чем-то таком думали, о своих близких, о том, кого, может быть, вы потеряли в этой жизни? Помимо еще своих близких, честно сказать, есть такая тема и сесть пьяным за руль, допустим, и убить человека незнакомого тебе. Может быть, после такого фильма люди будут аккуратнее относиться даже к чужой жизни, потому что за этим стоит огромная трагедия, которую придется переживать людям, которые остались. У меня вопрос следующий. Куда делся живот злобной мамаши в последней сцене? Это символ какой-то или кинолянка? Она проходила такая вся. Ну, вы, наверное, заметили, что злобная мамаша превратилась в не злобную мамашу в последней сцене, и вместе с той злобной мамашей растворился ей живот. Потому что, если вы помните вот этот кадр, когда они открывают эту дверь в доме, где сидит отец и сын с плиткой, это как бы такая метафора, что его достают из этого наваждения, в котором он пребывал, мальчик. Добрый вечер. Хотела спросить следующий вопрос. Вот касательно матерей и детей. Вот почему она так свободно их отпускала, когда их забирали куда-то, и вдруг, когда она их теряет, когда дети уже умирают, она почему-то внезапно в ней присыпаются такие материнские сильные инстинкты, и она погибает ради них. Вот почему, в чём была мораль? В том, что мы, теряя, уже начинаем понимать, что мы что-то имели? Или же в том, что… Ну, непонятно мне вот этот вот, этот момент сбросила больше. Ну, там, если вы заметили, она два раза теряет. Один раз она теряет по собственной воле, когда начинает так пить, и её забирают. И потом она всё-таки и находит все силы их вернуть. И второй раз она теряет по воле рока. Вот. И, естественно, если у тебя есть возможность вернуть ещё живых, она всё сделала для того, чтобы их вернуть. Мёртвых, к сожалению, уже не вернёт. Сдержите.